Теперь письмо отнёс спокойно Аль-Демару. Всё хорошо, Флорелл и он любим. А Вандолино ждал письма как дара и делится теперь своей удачей с ним. Превозведены все ожидания. Я поражён, я потрясён. Она зовёт не под балкон. В саду назначено свидание. В саду, ты понимаешь, ты чувствуешь, что это значит. Ночь наше счастье с нею спрячет под сладким кровом темноты. Моя даёт согласие, но просит дать расписку в том, что я женюсь на ней потом. Мечтаю я об этом счастье. Расписку 10, 20. СТО! Моя, моя красавица Флорелла! С восторгом сделаю всё то, чего бы она не захотела! Постой! Ответ я напишу. Синьор, простите, не могу в себя прийти от изумления. Отдам из сердца. С позволения вы письма носите врагу. Не место здесь для объяснения. Ты всё узнаешь, потерпи, пока держи, ты на цепи любопытство и сомнения. Белардо услыхал внезапно весёлый голосок Лисен. ПЕСНЯ 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 Синьор Белардо, ужин ждёт. Ужин? Это превосходно. А нельзя ли на закуску получить мне поцелуй? Ха! Чего вы захотели? Это надо заслужить. Что ж, готов? Уроком танца заслужу награду я. ПЕСНЯ О, прелестные сеньоры, Вас стоит за сладкий яд. Рай сулят невестный взор, А с женою знаешь ад. Чего дается квинограда, Это моя отрада. Женщин совсем не надо, Я прицепаю ей. ПЕСНЯ 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 Ну что ж, давай награду мне? Нет, ещё не заслужил. Эй, красотка, очень жаль, что не хочешь брать примеры с госпожи своей, сеньоры Фелисианы. Что? Она добрее тебя. Нынче ночи на свидание вызывает вандолина, да не на балкон, а в сад. Откуда ты знаешь? Он при мне читал записку, только добрая сеньора подписалась там Флореллой. Боже мой, надо б наш предупредить добрую мою сеньору. Вот спасибо, что сказал, я тебе так благодарна, что когда-нибудь, быть может, ждёт тебя и поцелуй. Не откладывай надолго. О, прелестная сеньор, восстанится сладкий яд. Рай сулят невестный взор, а женой знаешь, рад. Ради, эта моя рада, женщин совсем не надо, я притирали. Все Лисена рассказала, и пришла Флорелла в ужас. Вандолина будет думать, что она была с ним ночью. Честь ее тогда погибнет. Как тут быть? Но Альдемаро ей дает совет. Записку заменить письмом, в котором будет строгой, холодной, в легкомыслие упрем. Но мы ей письмо передадим, но заменив его другим, в котором мы напишем, что он в сад ночью выйти не решится, что погубить ее страшится, придет же только под балком. Понятно? И Фелитяна пусть ждет его хоть до утра, а он пусть ждет Фелитяну. Альдемаро быстро пишет, и письмо читает ей. Довольно ты письмом, мои. Не изменила бы ни слова. Но уж не слишком ли сурово мы издеваемся над ним? Не ему урок хороший нужен, чтобы скромней был он впредь и не мечтал бы овладеть прекраснейшей из тех же мчужин. Она твоя, учитель мой. Моя любовь. Моя любовь. Влюбленные весь мир забыли. Ее в объятьях держит он. И вдруг в дверях Фелисиана. Глазам не верю. Вот так славно. Она в объятиях у него. Ах! Нас увидали. Ничего. Со мною в такт скользите плавно. Флореллу обнивал сильней, немало не смутясь при этом, и грациозным пируэтом внезапно повернулся с ней. Со мною в такт скользите плавно. Теперь позвольте ручку снять. Теперь вы повернитесь вправо. Я поняла вас. Браво, браво. Что это? Ах! Фелисиана! Теперь ко мне прошу опять. Сеньора выше всех похвал. Меня совсем очаровал ваш танец. Что это? Сардана. Ах! Прелестный танец. В нем весьма разнообразные фигуры. Еще не все прошли мы туры. Флорелла! Как насчет письма? Оно в моих руках. О, боже. Ты уж прочла? К несчастью, да. Что это значит? От стыда чуть не сгорела я. Ну что же, Флорелла прочитать мне дай. Его письмо мне непонятно. С ума сошел он, вероятно. Давай скорее. Ну что ж, читай. Сеньора, я бесконечно признателен за ту милость, которую вы соблаговалили мне оказать. Вы в один день мне даете то, что через сто лет показалось бы мне несбыточным чудом. Я хочу видеть вас, мою будущую жену, а не любовницу. И потому не ждите меня в саду. Я приду только под балкон, чтобы насладиться беседой с вами, как прошлой ночью. Храни вас Бог и так далее. Писать тебе так равнодушно. За то, что я любовь мою ему всецело отдаю безумию своего послушно наглец. Злодей! Изменник он! Такой ли я достойно платы! Забудь о нем, сестра! Куда ты? Куда? Конечно, на балкон! Ха-ха-ха! Ух, разъярилась, как тигрица! Да-да! Хочу я только одного, чтобы как следует его отделала моя сестрица. Ну нет, напрасен твой расчет, не сбудется твое желание. Он ведь ждет в саду свидания, она же на балконе ждет. Упустила я из виду, но ведь он так прождет всю ночь, и его отправить надо прочь, как я из положения выйду. Вот что! Ты в сад к нему пойди, сама ему скажи два слова, будь с ним спокойна, но сурова и хорошенько пристыди. Тем временем я подоспою с Белардо и с другим лакеем, и я ему тогда задам, пускай не бродит по садам. Итак, пойду я в возмущении читать ему дровоучение. За шпагу я отправлюсь, я! Ты мой! Я твой! Душа озарилась нежной страстью, Мое сердце так тянется к счастью. Без любви жизнь темна, Свет блаженства несет мне она, Но я твой навсегда, Так моя повелела звезда. Моя? Твоя. Моя? 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 Продолжение следует... 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 Обманом за обман плачу, месть только будет справедливой, я жду ее нетерпеливо, о, как я отомстить хочу, для женской мести нет предела, не успокоюсь до тех пор, пока изгнание и позор не испытает он всецело. Плавец пропал, смущен весь дом, в смятении слуги все кругом, где вор в слезах Фелисиана, клянется Альдемару ей, что будет найден им злодей, он в сад бежит, за ним Тебанов, Лорелла и Фелисиана, Дон Альберико сам старик, в саду смятение, шум и крик, повсюду шарят, ищут вора, он скрыться не успел бесспорно. Стой! 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 Дозьми мы вора! Держите вора! Стойте! И первый, кто приблизится ко мне, проколот будет шпагой. Я не вог, а кто же ты? Прокожий. Здесь, в саду? Ха-ха! Скажи, кто ты или киржал мне дайте? Мне нечего скрывать! Я вандолина. Вы здесь? Что значит? Как же вам не стыдно тайком врываться в благородный дом? Сеньор, моя любовь всему виной. Любовь кому? Ивану, успокойтесь. Пришел к моей невесте я, к Флорелле. Флорелла, дочь. Так вот, как бережешь ты честь мою. Ты не щадишь меня, забыв о добром имени своем. Вот ее записка. Подписано собственноручно ей. Так дайте, я глазам своим не лезу. Так что ж мне отвечать, Фелисиана? Что можешь ты ответить, когда на карте жизнь моя и честь? Скажи, что так. Спаси меня, сестра. Обман чудовище. Как уже ли на обман пойдет Флорелла, чтобы спасти безумную сестру? Сеньора! Сеньора, радость, торжество. Что? Что? Найден покражен. Да что ты? Где же нашлась пропажа? Где? Под кроватью у Альберто. С ума сошла ты, негодяйка? Меня? Меня подозревать? А как же под твою кровать попал ларец? Ах, отвечай-ка! Так вот, каков у нас танцор. Вот ты какую пляшешь, хоту. Постой, я отобью охоту к чужому золоту. Сеньора! Да нет же, он не вон. Невероятно. Не верится. Даю вам крест. Вязать его и подолез. Мой бог, как это неприятно. Взял в дом его и вот награду убил его. Те, не надо вам пачкать об него кинжал. С позором выгнать прочь из дома. Пусть все узнают, что он вон. Флореллу отдадут другому. И вот к чему я все привел. Что ж вы стоите? Взять его под суд и будет в петь и танец. Уж мы с него поспустим, глянь. Она молчит. Вот у кого учиться грабежу и взлому. Идем, танцовщик. Ждет тюрьма. Что мне тюрьма? Что смерть сама? Флореллу отдадут другому. Тем временем, дон Альберриго, чтобы уладить дело, решил согласие вандолину дать. Так все устроится. Он подходящий зять. Но в ужасе тогда решается Флорелла во всем признаться. Пусть отец узнает правду наконец. Старик в отчаянии от этого обмана. Когда узнает муж, погибла Фелисьяна. Флореллу молит он пожертвовать собой за честь сестры ее родной. Она мне дочь. С тобой вместе должны помочь ей не утратить чести. Спасет ее один твой брак. Да, в нем спасение, иначе полный мрак. Отец, теперь вы все узнали. В Альберту жизнь моя. Он должен быть моим, иначе я... Так что же делать нам? И тут отцу совет дает Флорелла. Поговорить немедля с вандолину и хитростью добиться, чтоб влюбленный сам отказался от ее руки. Отец, во всем доверьтесь мне. Суда идут. Пойдем и встанем в стороне. Я о своем скажу вам плане, как можно вам помочь и мне, и Фелисиане. Старик ее послушаться готов. В любви ведь женщины умнее стариков. Я понял все. Ступай. Я все устрою. Как вы нашли мой план? Я восхищен тобою. Привет вам, вандолина Лорелла. О, но она уходит прочь. Она сейчас вернется. Сеньор мой, я у ваших ног. Мой друг, я б мог не говорить об этом вам, но так велит мне честь и совесть дворянина. Я буду искренен и прям. Без околичности я все открою вам. Мы все не любим горьких истин. И правды ли к нам часто ненавистим? Но все скажу вам не тая, чтобы впоследствии не заслужить упрека. Флорелла, дочь моя, за мужество сестры завидуя глубоко, решила издом убежать и тайно обвенчаться. Увы, не с вами должен я сознаться. Но с кем? С учителем, с танцором. Что? Что? Она, скажу вам со стыдом, под ложным именем ввела его в наш дом, чуть не покрыв себя позором. Хотя говорит она, что кавалер он благородный, но передумала, раскаяния полна, и вот теперь рука ее свободна. Синьор, простите, непонятно мне, как, ставите меня вы с вором наравне? Нет, не вором, ларец его подкинут. Так вот, когда угодно вам, сегодня ж вечером Флореллу вам отдам. Я не приду в себя. Мой бог! Я мыться и стыну! Нет, эта честь мне больше не нужна. О, нет, синьор, супруга Вандолина быть непорочной должна и чистую, как горная вершина. Та женщина, чья красота другого счищала без вуалий и чьи влюбленные уста другому поцелуй, как векстель, выдавали. Нет, такой не мог бы верить я, синьор. И каждое письмо, и каждый разговор во мне прождали подозрения. Моя жена должна быть вне сомнения, равнодушой и красотой своей. Должна быть мать моих детей. Иначе, чтоб мои сказали предки. Нет, не нужны чужие мне объекты. Я ей захорону, как божеству. Я ей принес весь пыл любви и страсти. Все кончено. Не рву ее письма на части. И память я о ней вот так же разорву. Нельзя сказать, чтоб было мне приятно все это выслушать. Он возмущен, понятно. Ох, дочери мои, что из-за вас терплю? Но что же делать мне, когда я вас люблю? Но надо вычеркнуть и позабыть все цело, все неприятности. Конец, венчает дело. Синьор, синьор на помощь. Синьорита Альберта выпустила против. Бежал. Остановить, помочь. Появился Альдемару. Вне себя вот он волнение и без помощи, без шпани. Ну все погибло здесь засада. Где шпан взять? Ее не надо. Вам это говорит ваш тесть. Я знаю все, кто вы по праву. Пора нам кончить маскарад. Назвать вас зятем буду рад. Ценю я вашу честь и славу. Такое имя для меня дороже жемчуга и злата. За мой обман такая плата. Прошу колено преклоняя простить меня. За все прощаю. Вот что украли вы, синьор. Да, истинно счастливый вор. Жемчужину я похищаю и с ней я как крес богат. Тут Девардо покосился на смугляночку Лисену и к сеньору своему очень скромно обратился. Сеньор, плясали вы исправно. И счастье вы плясали славно. А что же получаю я? Подобных верных арагонцев по правде не хватает нам. Тебе Лисену я отдам с приданным в тысячу червонцев. Ну что, Плутовка, угодишь? Я вам, сеньор, во всем послушна. Так награжден великодушно. Хоть я, сеньор, не вам служил, но служу по мере сил. Так хочешь быть мне в танце парой? Ну что ж тут делать, так и быть. Ха-ха-ха, вот весело нам будет жить втроем. Кто? С тобою и гитарой. Скорей, пишите ж вы отцу. Он пишет письма превосходные. Валерин я съезжу к Олюгоцу. Все горести пришли к концу. Не смел я ждать такой развязки. А, что сказала я тебе? Я верила своей судьбе. Прощай, интрига, письма, пляски. Теперь меня своим зови, я на всю жизнь тобою нанят. И твой учитель танцев станет учить тебя одной любви. Сеньор, за мной не станет дело. Дай руку мне, моя флорелла. Теперь на радостях я вам урок последний преподам. Дай руку мне, моя флорелла. Дай руку мне, моя флорелла.